У Тольяттинского госуниверситета появился новый партнер – университет города Хэйхэ из Китайской Народной Республики. Это уже четвертый китайский вуз, с которым сотрудничает ТГУ. Делегация из Хэйхэ посетила наш университет. На встрече с администрацией ТГУ прошли презентации обоих вузов и прозвучали перспективы совместной работы. Для справки. Город Хэйхэ граничит с Россией. В университете этого китайского города учатся 9700 студентов. Университет, ведущий в Китае по изучению русского языка как иностранного. В нем учатся много студентов из России. Представители вуза из города Хэйхэ интересуют сотрудничество по таким направлениям, как электротехника, журналистика, русский язык. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для гостей из Китая была организована экскурсия по ТГУ. Им показали лаборатории НИИ прогрессивных технологий. Также гости встретились с филологами, журналистами и лингвистами. Среди последних, кстати, были студентки из Китая, из Шаусиньского университета. Они поделились земляками своими впечатлениями о ТГУ. У нас действительно всегда тепло встречают гостей. Я слышно, что тут даже шорохи. Кто здесь замерла на утра, Если знали вы, Сняли мне то, что они Подмосковные печи. ПЕСНЯ Я очень рад приехать из далекого Китая сюда в гости. Я побывал в вашем вузе, побывал в городе. Мне все очень понравилось, все очень красиво. От сегодняшнего визита я жду обширных перспектив. У нас много рабочих планов. Для начала мы бы хотели осуществлять обмен студентами и преподавателями, выпустить совместный научный журнал и даже пригласить ваших ребят к нам на Спартакеаду. И, конечно же, наладить совместную подготовку студентов. Визит китайской делегации был кратким, но очень насыщенным. Финальной точкой встречи стало официальное подписание протокола о намерениях сроком на 5 лет. Мы будем совместно развивать науку, образование, укреплять культурные связи. Речь идет о проведении стажировок студентов и преподавателей, обмене творческими коллективами, совместной организации выставок. Новые партнеры – это новые возможности для развития.